Компания Техно-Николь Как лидер кровельного рынка, мы не можем позволить себе компромиссов, поэтому качество мембран от компании Техно-Николь не вызывает сомнений и превосходит многие зарубежные аналоги. Для начала укладки мембраны должны быть замоноличены швы между сборными конструкциями. Закончена установка воронок, элементов деформационных швов, анкерных элементов, антенн и других конструкций с целью предотвращения монтажных работ на законченный кровь. Несущее основание должно быть очищено от воды, снега, льда, строительного мусора. На основании, под укладку мембраны, не должно быть битумных и других жировых пятен. Залогом высокого качества выполнения работ является правильный подбор ручного и автоматического оборудования для укладки и сварки мембран. Гидроизоляционная кровельная система от Техно-Николь состоит не только из одной полимерной мембраны. Важны все составляющие кровельной системы, поэтому следует тщательно относиться к качеству укладки всех слоев. Требуемое сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя определяется с учетом температурно-влажностного режима в ограждаемых помещениях и климатических условий в районе строительства. В системе с механическим креплением мембраны к основанию на несущее основание укладывается пароизоляционная пленка, например, пленка Техно-Николь. Пароизоляционный материал укладывается на основание с минимальным наклёстом полотнищ 50 мм. Швы проклеиваются при помощи двухсторонней клейкой ленты. В местах примыканий к вертикальным конструкциям, в том числе парапетам, пароизоляционный слой должен быть заведен на всю высоту теплоизоляции. На вертикальной поверхности пароизоляционный слой фиксируется также при помощи двухстороннего скотча. Выбор вида теплоизоляционного материала производится с учетом класса функциональной пожарной опасности здания, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Толщина теплоизоляционного слоя принимается на основании теплотехнического расчёта. Рекомендуется применять утеплители на основе каменной ваты Техно-РУФ, либо на основе экструзионного полистирола Техно-Флекс. Для удешевления рекомендуется укладка минераловатного утеплителя в два слоя. В качестве нижнего слоя применяется более мягкий утеплитель, в качестве верхнего – более жёсткий. В системе с основанием из проб листа при согласовании с пожарными органами возможно применение в качестве верхнего сноя утеплителей на основе экструдированного полистирола Техно-Плекс. При двухслойной укладке теплоизоляции плиты должны укладываться с разбежкой вертикальных швов в смежных слоях. В процессе монтажа не допускается хождение по нижнему слою минераловатного утеплителя. При механической системе крепления плитный утеплитель закрепляется отдельно от крепления кровельного ковра. Необходимо устанавливать не менее двух крепежных элементов на плиту утеплителя небольшого размера или её части. При укладке ПВК-мембран Техно-Николь непосредственно на утеплителе на основе полистирола следует предусматривать разделительный слой из стекла холста развесом 100 грамм на квадратный метр. При укладке мембран Техно-Николь непосредственно на шероховатое или старое битумное основание следует предусматривать разделительные слои, соответствующие с руководством по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран компании Техно-Николь. В системе с несущим основанием из оцинкованного кровлиста полотнища мембран раскатываются поперёк волнковых листа. В механической системе крепление мембраны осуществляется при помощи крепежных элементов Техно-Николь. Количество крепежных элементов на один квадратный метр рассчитывается в зависимости от ветровых нагрузок в районе строительства с учётом высоты здания и геометрии кровли. Самое большое количество крепежа устанавливается в угловых и парапетных зонах. В центральных зонах кровли требуется меньшее количество крепежа. Расстояние между крепежными элементами должно быть не менее 180 и не более 550 мм. К тому же в системе с несущим основанием из кровлиста шаг установки крепежей должен быть кратным к шагу волны кровлиста. Полотнища мембраны раскатываются и примеряются друг к другу. В механической системе минимальный размер бокового наклёста составляет 120 мм. Может потребоваться некоторое время для предварительной релаксации мембраны. Причём с уменьшением температуры окружающего воздуха время увеличивается. Полотнища мембраны закрепляются с одного торца, натягиваются и закрепляются с другого. Затем мембрана закрепляется вдоль рулона с одной стороны, натягивается поперёк и закрепляется с другой стороны. Для сварки полотнищ мембраны применяется автоматическое и ручное сварочное оборудование. Рекомендуется применять оборудование производства компании Leicester. Автоматическое сварочное оборудование применяют на основной плоскости кровли. В местах, недоступных для автомата, применяют ручное и полуавтоматическое оборудование. Каждое утро перед началом работы, а также после выключения оборудования, длительных перерывов в работе и смены погоды, обязательно заново подбираются параметры сварки посредством проведения пробной сварки. Основными параметрами сварки являются температура воздуха на выходе из аппарата, а также скорость движения аппарата и давление пригруза. На параметры сварки оказывают влияние температура, влажность окружающего воздуха и скорость ветра. Не следует устанавливать слишком высокую температуру, поскольку это может привести к перегреву материала и потерям своих свойств. Признаком качества шва в первую очередь является токезионный разрыв. Посвенными признаками качества могут служить наличие вытекополимера нижнего слоя, а также глянцевый след шириной около 1 см вдоль шва. Через каждые 100-150 метров шва рекомендуется производить проверку его качества. Ручная сварка производится в три этапа. В первую очередь полотнище точечно фиксируется относительно друг друга. Затем создается карма шириной 30-40 мм. За третий проход производится сварка непосредственно сварного шва. Ручной аппарат держится под углом 30-45 градусов к краю мембраны. Прекаточный ролик движется параллельно соплу на расстоянии 5 мм от него. Край насадки должен выходить на 2-3 мм из-под края мембраны. Насадки периодически очищаются от нагара при помощи металлической щетки. При механическом и балластном способе крепления мембраны должны механически закрепляться по периметру кровли с шагом крепежа не менее 250 мм. Примыкание к парапетам и другим выступающим частям кровли настоятельно рекомендуется производить при помощи приварки полосы шириной примерно 12 см с обратной стороны полотнищей мембраны, предназначенного для заведения на вертикале, с последующей фиксацией в углу при помощи краевой рейки. В состав кровельной системы от Техно-Николь входят также различные детали для сопряжения и усилий, ламинированный металл для изготовления при накрани в самых трудных местах. Различные детали сопряжения и усиления выполняют из неармированной мембраны. Выбирая кровельную систему от компании Техно-Николь, заказчик, кроме мембраны, получает на 100% совместимые между собой комплектующие, гарантирующие высокую надежность и длительный срок службы кровли, полную техническую поддержку на всех этапах монтажа и эксплуатации, а также 10-летнюю фирменную гарантию на материал от лидера кровельного рынка компании Техно-Николь. Техно-Николь